Ну 6 октября, ребята, Анапа. Вау, вау, что творится, ребята, горшочек, полегче, может хватить варить. У нас сегодня на календаре 67 августа, ну либо 6 октября 2024 год. Друзья, ну это фантастика, ведь в людях. Температура с утра поднялась, было 23,4, я снимал, сейчас почти 25. Девушка на пляже, читающая книжечку. Здесь у нас по решению суда происходит снос. Из левой стороны пляжа Витязева, такая параллелье мне еще нравится. Там довольно-таки много людей впереди. По параллелье можно увидеть, что люди в принципе еще и есть. Так выглядит вход на параллелье. Многое уже закрылось, люди поняли. Я рад такой движухе, что в джимоте можно еще даже кукурузу прикупить. Сетевой проезд джимоте, здесь тоже люди присутствуют, их довольно-таки много. Кладбище Медуз, где же вы? Смотрите, свободные лежаки, друзья. Вот на месте того мужчины могли быть вы лежать и плескаться в волнах. На календаре 6 октября 2024 год. Эти пляжи не узнают, друзья. Зацвели юки на Пионерском проспекте. Вот тут у меня показывает 30. Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас из солнечного города-курорта Анапа, а точнее местечко джимоте на Пионерском проспекте. Оно находится, нахожусь я в сквере перед магазинами. Будем сегодня смотреть первый проезд, пляжи от первого проезда до гостевого. И гостевой проезд, соответственно. Также подскажу вам пляжи Витязева сегодня и вчера, какая там обстановка. У нас сегодня на градуснике обещали до 28 тепла. В тенечке где-то 25-27, на солнце 31 жарит. Вот тут у меня показывает 30. Я только выбрался из тенечка, поэтому думаю, что температура еще поднимется. Вот 30,4. Это на солнышке. Вот такая погода у нас 6 октября 2024 года. Ну а теперь отправляемся в путешествие. Вы писали о том, что хотите посмотреть, как выглядит джимоте. И я вам показываю. Не забывайте подписываться на наши группы в Телеграм, ВКонтакте. Идет розыгрыш вина, друзья. Делайте репосты и выигрывайте. 11,4 литра прекрасного напитка. Розыгрыша у нас. И пускай победит самый счастливейший. От души для вас. Здесь покосили газоны. Закрыли уже вот эти все зоны развлечения. Но работают, например, косички, магнит, магнит-косметик здесь функционирует. Самое красивое, что сейчас происходит, это у нас зацвели юги на Пионерском проспекте. Посмотрите, как это выглядит. Великолепно. Они цветут несколько раз в год. Молочного цвета. Прекрасные цветы. Возле гостевых домов уже нету большого количества припаркованных автомобилей. Тут вообще вся сторона левого Пионерского проспекта была в них. Но в районе Сибурьюга и Фии 3 все заставлено машинами. Там идет еще движуха по полной программе. Ну, так же, как и Мираклион, еще качает сегодня. Посмотрите, как выглядит их пляж. Я в восторге. Сколько там еще людей отдыхает. Обожаю, когда сезон продолжается. У нас всегда спрашивают, какая будет погода. Да кто его знает, ребята. Были холода, шторма. А теперь посмотрите, какая теплая, какая жара. Завтра еще теплый денек. А потом уже опять небольшой спад температуры. Но будет еще до середины октября. Даже до 23-го рассмотрел. Температура моря 23 градуса. Так что можно приезжать, наслаждаться прогулками и купанием в море. Пока 32 секунды еще на проход. Покажу вам эти места. Пятерочка работает. Здесь у нас вот этим всем местам привлекательным, кафешкам. Все абсолютно закрыто. Там показывать абсолютно нечего. Тут некоторые магазинчики еще работают. Сам Пионерский проспект. И мы переходим с девочкой вдвоем его навстречу друг к другу. Ну и здесь, как говорится, перекати поля не хватает. Людей нет. Практически все закрыто. Даже поговорить не с кем. Вот так вот бывает, ребята. Закончился сезон. Все разъехались. В том числе и те люди, которые вам тут продавали все свои вещи, нужные и не нужные для вас. Ведь тут в основном теплые вещи уже продают. С левой и правой стороны. Хотя вот для моря и купальники, полотенца еще есть для тех, кто случайно окажется у нас на курорте. Если бы работал аэропорт, уверен, на эти выходные прилетело бы очень много гостей. Но не все сейчас готовы тратить много времени на переезд, на поезде или автомобили, чтобы потом чуть-чуть покупаться, поотдыхать. А так раньше люди смотрят. Погода классная. Сели, прилетели. Ждем открытия нашей воздушной гавани. Первый проезд. Пересечение с улицы Песчаной. Столовые все закрыты. Но есть отдыхающие немножко. Но гуляют здесь у нас. И это прекрасно, друзья мои. Вы еще не все уехали. Сколько всего здесь работало, сколько всяких павильончиков, сколько людей продавали, а вы покупали все у них. И все абсолютно закрыто. Ну, исключение некоторой точки, который еще доторговать. Здесь чаи, специи, разнообразные сувениры продаются еще. Приятно видеть, что не все закрыто. Здесь столовая была, здоровье. Все закрыто тоже. И база отдыха. Остался лишь один туда проход. Зато есть свободные номера. Приезжайте, отдыхайте, друзья. Ой, в шортиках. Без мальчик. Как сейчас приятно выглядят наши отдыхающие. На контрасте, когда никого нету. Хочется, чтобы еще это тепло долго держалось. Ну, самый жаркий день сегодня. Как будет завтра, мы уже узнаем с вами. Каждый день в телеге. Смотрите, по остальным показам. С настроением хорошим. Это улица виноградная. Ребята проезжают мимо. Сезон закончен, можно и повеселиться. Здесь столовая тоже закрыта. Ну, а тут тоже всякую расцепуху. Еще продают. Можно прикупить. Кстати, разливайка. Она тоже, по-моему, готовится к закрытию. Здесь домашняя выпечка была. Не работает. С левой стороны, ребята, здесь еще тоже некоторые торговые павильончики открытые. О, даже еще изделия из кожи продают, ребята. Продолжает сезон по полной программе. Как говорится, у меня ремни от них. Хожу, даже два ремня с ними. Уже очень долго. Вещи качественные. С правой стороны тоже ничего не работает. В общем, посмотрите налево. Здесь австонотель закрыт. Тут все закрыто. Там все закрыто. Везде все закрыто. Мы дошли до юбилейного тупика. И он выглядит сейчас вот так вот тоже безжизненным. Погорали все шлагбаумы. Теперь те, кто приезжают, могут сюда подъехать поближе к морю. Если себе местечко найдут. Потому что спросом это место пользуется. Одно из ближайших выезд, наверное, к пляжу сейчас. Красота, друзья мои. И манящее море впереди. Морской бриз. Отель уже закрыт. Здесь столовые все забаррикадировали. Сюда проезд еще есть. Тут тоже магазинчики, зоны отдыха, рестораны. Все закрыто, друзья мои. Не работает уже ничего. Мы в этом году в начале сезона приходили в гости к моему другу. Здесь работал, вкусняшки разные готовил. И смотрели, как люди глядят в кинотеатр. Выходим к пляжику поближе. Все навесы поубирали. И эти пляжи не узнают, друзья. Они даже оказываются гораздо шире, чем были. Слушайте, ну люди отдыхают. То есть не сказать, что все пусто, никого нет. Посмотрите, какая красота вокруг. И это приятно. Очень-очень приятно. Что еще есть те, кто любят Анапу и приезжают даже в октябре к нам на отдых. На календаре 6 октября 2024 год. Это тревой проход, Фея 3 в ту сторону. За пирсом. Видим, сколько людей еще отдыхает на Джаматинском проезде. В море народ купается. Погода, в принципе, отлично. Если повернем камеру в сторону Витязева, то с первого проезда можно увидеть, что здесь тоже люди отдыхают. Скорее таких количеств, как в ту сторону. Но тоже приятно. Красота, друзья. И всем, кто на морях, хорошего отдыха от души. Ну, а сам первый проезд здесь все разобрали, все убрали и ничего не оставили. К сожалению, море чистое. Прям волнует взгляд. Заходишь, конечно, контрасте с воздухом. Оно кажется гораздо прохладнее. Ногам чуть-чуть сначала неприятно. Но стоит немного постоять. Кстати, у моря температура воздуха 27,7-27,8. Опять вот на солнце начал показывать больше. Ну, и сам пляж. Посмотрите, как выглядит, когда он свободен от всех застроек. Широкий. Представьте, сколько людей бы без навесов сюда бы вылазило бы. Еще больше. Никто бы, наверное, не стоял. Все бы загорали. Пользовались и дюнами в том числе. Так, сейчас мы пойдем не в сторону морской, феи третьей. А пойдем именно в сторону гостевого проезда. Потому что мы много раз снимали ту сторону и конец сезона, как там был. Ну, тоже все поубирали сейчас. Мы этот процесс показывали вам. А хочется посмотреть именно эти места. Ну, насладиться, конечно, концом сезона с такой погодой. Самый жаркий день в полной мере. На гостевом мы уже замерим и температуру водички. И сейчас это выглядит неприлично даже. Особенно, когда меня присылают снег с некоторых регионов России. То есть, в Москве в понедельник включают отопление. А мы тут загораем на пляжах. Ловим лучи солнышка. Прекрасного и классного нашего. Вот такая красота, дорогие друзья. Вот на месте этого мужчины могли бы тебе лежать и прескаться в волнах. Больше всего повезло детям, которые еще имеют возможность отдыхать. А здесь ребята пришли, поставили три лежака, на одном разместили свои чаи. Сидят, выпивают и наслаждаются шумом прибоя, таким легким бризом. Он сегодня, возможно, усилится до шести метров. Но это будет не сильно в любом случае. Но самое главное, какое чистое море. Как оно маме говорит? Приди, купайся и наслаждайся. Тем более, когда выходишь из него, на берегу тебя солнышко обогревает. И это в дворе и я, и я. Сегодня с утра купался прям в удовольствие. Смотрите также в телеграм-канале, вконтакте. Видео уже выложено, ребятки. Там все онлайн. Как оно происходит, этому советую. И прошу даже вас подписаться. Буду рад вас видеть. Но особенно в числе победителей наших розыгрышей. Где же вы? Смотрите, свободные лежаки, друзья. Для вас. Здесь ребята спят. Восхитительно. Еще по-другому не сказать. Далее пляж становится абсолютно пустой. Без людей. Знал бы я, что в такую погоду подарит нам природа 6 октября. И вообще конец сентября не будет. Море водоросли. Будет все чисто и прекрасно. Нам говорил бы, ребята, приезжайте только в эти даты. Но, к сожалению, с погодой не угадаешь. У нас даже на несколько дней прогнозы не совпадают постоянно. Меняются буквально на завтра более-менее что-то четкое. И тот вечер уже может измениться. Как говорится, синоптики ошибаются один раз, но каждый день. Вот так и живем. В этом месте был вообще детский пляж. Тут, наверное, самые высокие дюны Джимотэ на его месте находятся. Я рад, что мы тут умудрились остановить стройку вот за этими дюнами. Там вроде бы больше ничего не происходит. Будем надеяться, что так и останется. Территория будут принадлежать только детям. Кто-то в море потерял кепку, но море ее вернул обратно. Друг, если ваша, приходите, забирайте. Ребята начали кататься на эндуро по дюнам. Но столько у нас классных мест, пересеченных местностей. Зачем особо охраняемые ресурсы утюжить своими мотоциклами? Они уничтожают растения и потом, к сожалению, дюны сметают. Потому что корни этих растений удерживают от ветра песок. Жалко, что люди ради каких-то 7-минутных удовольствий, причем на песке техника тоже ушатывается, позволяют себе эти катания. Для меня это очень обидно и непонятно. Это пляж санатория Анапа. Одноименный с тем, который на Пионерском проспекте вначале находится. Опа, смотрите, гоночный квадроцикл втроем. Куда летит? Просто жесть, конечно. Ох, ё, кладбище медуз. Посмотрите, сколько их здесь в одном месте прям. Очень много выкинуло. Жутко, конечно. Они с каемкой, с такой фиолетовой. Это значит, что те медузы могли вас жалить. Папа с дочей зашли и клескаться на унах. На таких волнах купаться приятно и безопасно. В море всегда есть опасность. Здесь семейный отдых. Там, 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 по одному человечку, по семье. И прям классно. Квадро-боберы или как там их называют. На четвереньках девочка бегает. Ничего только, как говорится, в детстве мы не делали с вами. Здесь против них прям большой такой хейт идет. Вот из-за масок, в первую очередь, что они у них ходят. Такие дела. Здрасте. Как отдых? Как отдых? Поздравляю вас с этим великолепным днем. И мы дошли практически уже до гостевого проезда. Наши люди везде. И это чудесно. Посмотрите, какая красота. Можно сказать, середина осени отдыха. Это мы смотрим с вами на гостевой проезд Джимате. Обратите внимание, что здесь тоже люди присутствуют. Их довольно-таки много. Как приятно это все выглядит. Оттуда дальше от речки Можепсин. Витязел, по-моему, больше всего. Ну, там и Кавказ. Квартирки сдаются. Проезжал мимо прохода. Там людей много выходят на море. Ну, в общем, красота, ребята. Как вам такой вид? Такое количество людей себе, конечно, представить даже сложно было. Сезон, что здесь может быть настолько пустынно. Побирали все навесы. Вот рябиночка еще осталась. Загородка. У них пляж работает, значит, и отель тоже функционирует. И море чистое, манящее, без намека на водоросли. Дети копают песочек. Люди отдыхают на шезлонгах. Кто-то просто стоит, загорает. Красота. Просто идиллия. Поверьте, что сегодня, 6 октября, друзья, и такая фантастическая погода, благодаря нашему солнцу и большому морскому бризу, выглядит очень и очень приятно. Спасибо тебе, Господи, что ты нас радуешь. Такими моментами мы можем наслаждаться. Вот ребята даже свой столик принесли. Бутылка шампанского, напитки разные с водичкой стоят. И сидят на стульчиках, отдыхают. Фантастика этих мест в это время года. Мы туда ближе к Витязево. Я вижу, что людей еще больше. Давайте покажу. Вот мы стоим на гостевом проезде и кидаем свой далекий взгляд непосредственно на пляже Витязева. Собственно, давайте мы по ним пройдемся. Я покажу, как там было вчера и сегодня утром на этих самых пляжах и туда дальше, в сторону улицы Мира. Я думаю, что вам будет интересно это все узнать. Бля, уверен, если любите джуматет, то и Витязева тоже. В общем, переношу вас туда. Доброе, бодрое, прекрасное, классное. Это пляж Мчужная Россия. Смотрите, как тут людям корошечно. Великолепно и классно. С детьми отдыхают, купаются. Ветерок с моря такой небольшой, но охватненький. Вот так, друзья, выглядит пляжик Мираклеон сегодня. Надеюсь, в принципе, предостаточно. Наверное, теперь самый густо-населенный пляж. Жалко, кто там увидел, а дальше не видим. Но море в них хорошее. Дорогие учителя, я вас поздравляю с профессиональным праздником. Неважно, какого образования вы все сыграли самую большую роль в нашей жизни. Без вас не было бы нас. От души вам желаем успехов, послушных учеников. И чтобы они ценили и уважали ваш труд. И вот, проживя бы уже жизнь, какую-то ее часть, не знаю, сколько у меня еще осталось. Но, понимая, насколько все было важно и какой я был вредный тогда. От души, спасибо вам, дорогие мои. Отдельно, П-84, Галина Степановна, мой мастер. Благодаря вам я, наверное, есть кто есть и не пошел по другим путям. От души спасибо. 5 октября 2024 год. Люди еще присутствуют. Температура воздуха 25. Море было 24 с утра. До моря мы еще дойдем. Ну, так выглядит вход на параллею. Многое уже закрылось. Люди понемножечку гуляют. Кто-то раздетый, кто-то более одетый. В общем, у всех все по-разному. Все закрывается потихонечку. Но есть еще работающие места, конечно. Ну, и людей чуть-чуть. Но все-таки они по параллею прогуливаются. Вот атмосфера, видите, еще музыка звучит. Там даже кто-то сидит, что-то ест. Вечером небольшие танцы здесь были. Но людей немного. Хинкальная с правой стороны еще работает. И приглашают вас тут на экскурсии. Работает кавказская европейская кухня. Хинкальная кафе. Ван пока немножко подзакрыто. Но вчера вечером работала. И не все ролеты открылись. Руктова овощи на параллеи продают. Вот так выглядят цены. На виноград, по крайней мере, они есть. И здесь тоже можно увидеть, что многие магазинчики уже подзакрылись, к сожалению. Но есть и кто еще работает. Туда по параллеи можно увидеть, что люди, в принципе, еще есть. Но так все закрывается. Можно увидеть, как забором отнесли кафе-встречу. Работает шаурма, некоторые павильончики. И многие гостиницы уже все, ребята. Вечером здесь, конечно, было менее многолюдно. Но сейчас люди все-таки есть. Ростик сработает. Можно увидеть, что здесь на площади слушают наш стрим. Кафе Орион. Им огромнейший привет. И хорошо работает еще. Китайка уже полностью закрыли. То есть левая сторона у нас говорит, давай, до свидания. Вот здесь по правой работают еще некоторые павильоны с продажей одежды и разных вещей. Такая параллеи мне еще нравится. Там довольно-таки много людей впереди, гуляющих. Это очень и очень приятно. Им всем хорошего отдыха. Хотя вот одежда уже такие более теплые, чем обычно тут в купальниках, в шортах, майках, уже в штанах и более теплых верхах. На центре прохода к морю, после Серебряно-Знойной улицы, здесь работают павильонов побольше, фрукты, овощи продают, прокат машинок. Как и парк уже не работает. Здесь как раз-таки на него поворот. Ну и столовая все, в принципе, закрыта. Это конец прохода к морю. Здесь еще есть рабочие, как говорится, многие позакрывались. Самое печальное, что вот все разбирают, и настил у нас вот на тех домиков, а дальше его нету. Тут уже Бамблбы и Мидии уехали. Тоже разбирают еще и точку, которая была в Тайхаку, с левой стороны. Давайте панорамочку посмотрим на то, как здесь все разбирается, убирается. Видно, становятся наши прелестные, прекрасные пляжи. Все шире. Дюны нас очень радуют. В то ли, кстати, еще работают, но настилов здесь уже нету, к сожалению. С левой стороны пляжа Витязева. Ветерок пришел где-то метров шесть. Появилась волна, но люди все равно купаются потихонечку в море. Сейчас мы с вами наблюдаем пляж с правой стороны. Витязева от пирса. Здесь тоже все хорошо. Море чисто. Температура водички 24,7. Просто великолепное море. Великолепный воздух. Небольшой бриз с этой стороны. Причем у нас гораздо меньше ветерка за счет пирса. И туда дальше по пляжикам людей тоже много. Красота. Морешко волнуется. Чистое, прекрасное. Но людей совсем мало. Напротив пляжа Дюна находимся. Здесь красные флаги. Эх, как хочется, чтобы все вернулось. И вы вернулись все обратно. С такой погодой прекрасный. Упускаем такой великолепный момент. И это пляж Мира, друзья. Тут уже все навесы убрали. Есть еще немного шезлонгов. Красота. В общем, люди загорают. 5 октября радует. Смотрим в сторону Лога. Видитесь. Там идея. Так как есть подъезд на машине подъезжих к пляжу побольше. Тоже видно, что сезон подходит к концу. Красота. Да и только. На берегу очень много машин дальше стоит. Может быть, открыли Тортугу. Иначе, как они туда выезжают. Настилов тут тоже нету на Мира. Ну и пляж. Насколько он широкий и большой у нас. Обратите на это внимание. Фантастика. Когда все застраивается, конечно, пляж кажется гораздо меньше. С улицы Скифской мы отъем, поворачиваем на улицу Мира. Видим, что совсем тихо и глухо здесь, к сожалению. Тут у нас отели расположены. Как же здесь вложивленно именно в сезон. И как сейчас пустынно. Только машины припаркованы. Что в ту сторону пустота. Что в эту сторону пустота. Улица Мира даже показывает вам пока нечего. Все закрыто. Ну хотя вот один ворючек работает. Здесь у нас по решению суда происходит снос. Если не ошибаюсь, по улице Мира. У нас сейчас три объекта в Анапе сносятся. Один на центральном пляже. Один в городе. И здесь. Видите, все разбирают, убирают. Мы можем увидеть, что тоже на Мира все позакрывалось. К сожалению. И даже пусто. Можно спокойно теперь ходить по улице. Не боясь, что те кто-то где-то может сбить. Тут мы ели. Из мангала и в столово в этом году. Проходим гостевой дом Марина. Машины стоят. Так же, как и у Патры мы проходили. Но людей мы не видим. Может быть, они все на море, конечно. Вообще, пустынная улица. Как зимой идем. Но только жарко. Смотрим проезд в Лог-Витязь. Костевой дом Бавария. Золотое Руно прошли. Тоже тишина. Пустота. И Астория. Далее. Астория Клаб. Тоже есть на обзоре у нас. Границы между Митязевой и Джиматэ. Смотрим в сторону Джиматэ. Много рыбаков. Людей на берегу. Отдыхающих уже. Купающихся в море тоже. Много. Но сюда нам солнце мешает. Потому что оно только просыпается. С этой стороны. Это пряж речки Можипсин. Есть такие небольшие выбросы водорослей. И туда в сторону. Жемчужины. Прям людей много. Еще по температурам. 26,3 температура воздуха. Водичку я вам потом видео замерю. Но она должна быть 24 градуса. Судя по людям, которые сидят в море. Там все прекрасно. Доброе, бодрое. Из Анапы. Сегодня самый жаркий день. Обещают 28 в тени. Но есть уже 26 в море. Утром у нас 10 ровно. Так обеда рядом как раз раскачается. Все летут медузу. Даже две нашли. Сотографируют ее. С правой стороны, смотрите, палатка. Домик поставили. Это район пляжа Нептун. То есть люди здесь собрались надолго. Кстати, водоросли чуть снесло. И либо палатка на берег. Потому что тут было, помните, два дня подряд. Очень их много. Сейчас чистота и красота. Ввиду за единственное, я радуюсь, что появилась. Здесь девушка на пляже. Лазурный берег. Видим одиноко отдыхающие. Мы желаем ей хорошую погоду. Лазурный берег свой забор убрал. С мусорки тоже. Это пляж, который называется Волна. Люди здесь еще есть. И в море немножко. И дальше следующий Кавказ. Красивое, что может быть, это девушка на пляже, читающая книжечку. Пляж Кавказ. Перед вами, ребята. Здесь люди еще есть. Здравствуйте. Смотрят у нас. И это прекрасно. Тут все поубирали. Стало пусто. И свободно. Один только щит остался. И все. Смотрим Афалина. В ту сторону у нас был Сибирь-Серезовск, Кубанская Нива и Кавказ, с которым мы прибежали на пламени. Люди еще отдыхают. И это прекрасно, ребята. Желаем всем приготавливать на воду в другом чистейшем море. Еще есть у нас люди на пляжах. Смотрим на парус селену. Замечусь на России. Видите, я думаю, даже побольше будет. Это пляж пламя, море. Теплые люди купаются. Самое главное, чистейшее. 6 октября. Ну, либо по-простому, можно сказать, 67 августа. Ребята, те, кто остались, пережили непогоду, получили такую великолепную погоду. Отдыхают в удовольствие. Я стою на пляже Афалина. Смотрим, как разбирает пляж Одиссея. Все вчера здесь людей было побольше, сегодня уже поменьше. Но пока самый густонаселенный следующий у нас пляж. Так выглядит у нас пляж Вселенная. Есть люди на отдыхе. И где-то прекрасно. Всем желаемого великолепного, классного. Медузки встречаются все чаще. Но пляж сам потихонечку разбирает. К сожалению. Добрый. Как отдыхается? Сегодня последний классный день. Ловить его до конца. Надеемся. Вот так. Самое главное сделать красивые фотографии на отдыхе. Семь девушкой занимается. Она, походу, хорошая. Идите. Помахали с задней стороны. Но это Анапа. А, нет, это парус пляж. Его разбирают. Здесь отдыхающих нет. Это пляж саниттория Анапа. Первый с левой стороны на Пиреневском проспекте. У нас ведомственно здесь людей тоже отдыхают. Думаю, таки много еще. Всем хорошего отдыха. Это мы с вами смотрим пляжи Мчужной России. Четко. Как вам? Немного, конечно, по сравнению с тем, что было. Море здесь хорошенькое. А пляжи, кстати, вообще прям чистейшие. Смотрите, какая ширина береговой линии. Сколько здесь людей бы поместилось. Не будь тут коммерции, загородок и всего остального. Обожаю эти места. Вау, вау, что творится, ребята. Горшочек полегче. Может, хватит варить. У нас сегодня на календаре 67 или 8 августа, ну, либо 6 октября 2024 год. Смотрим с вами на пляж. Видите, здесь он Мираклён называется. Охренеть от народу. Просто фантастика. Желаем всем хорошего отдыха. Море тёпленькое. Настроение у них великолепное. Вон, кто хочет, что на море сидит. Причём нормально в таких количествах. Кто хочет, тот на берегу загорает. Но я в Востоке. Реально в Востоке. Дай бог, чтобы так и было дальше. Доброе, бодрое дельфинье утро, друзья. Смотрите. Они близко не подходят к берегу, потому что рыбка стоит за второй мелью. Пляж Мчужной России. И он пошёл. Красавчик. Дальше. Только понравился пляж Мираклён, что я его решил разглядеть ещё и из моря. Друзья, ну, это фантастика. Весь в людях. Сейчас здесь отдыхают больше всего людей. Я думаю, что сделали скидки на уинклюзив. И народ попёр. Так сказать, работать над своим духовным удовлетворением. И вот они удовлетворяются на солнышке. 27 температура воздуха. 23,6 температура водички. Это с утра, я думаю, к вечеру она прогреется ещё больше. Если посмотреть туда дальше, на пляже Витязева. Это в район улицы Светлой. Между Пирсом тоже люди есть. В принципе, немного, но присутствует на Мираклёне гораздо больше. Доброго вам всем и всего самого прекрасного. Так, я продолжаю завидовать пляжу Мираклён. Посмотрите, сколько людей у них пошли купаться в море. Для того, чтобы что искупался, водичка 23,6, кайфовая. Но здесь прям как лето. Ну, скажите же. Ну, 6 октября, ребята, Анапа. Кстати, в Анапе было вчера, по крайней мере, 100% теплее, чем в Сочи. Я сюда прогнозики смотрел, люди писали. Там ветра походили, прохладненько было. Ну, это фантастик. С водой ещё радуешься, ребята. Дальше на Витязева тоже смотрите, народ есть. Как тут классно. В общем, в этом месте, на лесном проезде, 27, будем считать, 28 температура воздуха. Закидываем градусник в море. Я пока шёл, привык к температуре. Потому что выходил от берега, когда да, я показывал вам, что 30 плюс была температура воздуха. А здесь, соответственно, она пониже. Ну, и водичка тоже пониже. Поэтому на контрасте мне показалось на холодное. Сейчас, заходя в воду, я чувствую себя очень и очень даже комфортно. Поэтому, ребятки, всегда используйте этот великолепный момент о том, чтобы привыкнуть к воде и потом получать удовольствие. Температура с утра поднялась. Было 23,4. Я снимал. Сейчас почти 25. Температура водички великолепная просто. 25. Так что, друзья, все те, кто сегодня на берегах ловят удовольствие, купаются в море, не выходят из него и получают максимум заряда и позитива. Я их поздравляю с этим красивым днём на гостевой проезд. Пойдёмте смотреть, как выглядит он. Смотрите, какой послушный собак на подстилочке лежит. Честно, от шума моря прям уходить не хочется. Но надо, как говорится, идти дела делать. Сегодня, возможно, ещё у нас будет трансляция, но если вы смотрите видео 100% после неё, пока они на ютюбе проходят. Но в скором времени, возможно, будем вести их уже и в других соцсетях. И сейчас такая вот красота. Всех, я уверен, с той стороны экрана поражает даже не количество отдыхающих, а ширина пляжа. Потому что она, когда стоят навесы, заборы, не ощущается. Но в этом месте, на гостевом проезде, самый широкий, в чём это пляж. И сейчас я уверен, что вы это видите и чувствуете. Считанные дни до того, как здесь не останется вообще никого. Хотя, может быть, и до конца октября прогода продлится. Но в любом случае, люди разъедутся, к сожалению, не надеясь на хорошую погоду. Прям в дюнах сидят, отдыхают. Здесь ещё жарче. И тут тоже пришли смотреть с дюн на пляже. Настивы поубирали. Я думаю, что и ногомойки уже подключали. Ну, ещё осталось немножко устройства между днём. Замена батарейки. И мы продолжаем наше путешествие. Вот так выглядит это место. На входе на пляж Динамо. Там играет музычка. Слушайте, походу на гостевом проезде движуха гораздо больше. Хотя влево тут, я уже так понимаю, всё позакрывалось. Я, кстати, говорил, что ногомойки не работают. Работают ребята ещё 6 октября. На Динамо всё закрыто в ту сторону. Ну, а в эту сторону попробуем. Вот это напорище. Я думаю, те, кто летом мыли под тонкой струйкой, сейчас мне позавидовали. Класс. С левой стороны здесь можно посидеть, поесть. Ну, а с правой стороны заказать какие-нибудь вкусняши. Классно ещё, честно. Я рад такой движухе, что в джемоте можно ещё вот даже кукурузу пригубить. Просто красота, друзья. В общем, гостевой приезд живейших и живых почему-то. Хотя первый, да, там всё уже было закрыто. И ароматы кукурузы, еды готовы. Прям вернули меня обратно в лето. Сто процентов. Магазинчик большой такой, со всякими товарами. Чаями, тоже рассыпухами. И мы идём дальше сквозь торговые ряды и павильоны. Всё выставили, что только можно. Сюда повесили, туда повесили. Потому что здесь тоже возле гостиницы много. Машин понапаркованных. Динамический проход есть. Не закрыт, но нет смысла. Ну и тут тоже ещё некоторые ряды запущенные. И привлекают покупателей. А с левой стороны всё уже закрыто полностью. Вот такая вот разница колоссальная. Вроде бы один проход. Но тут людей идёт больше. Ну не все павильончики готовы продолжать работать. Потому что половина, наверное, закрыта. Ну и здесь тоже сельдертики продают разнообразные. Как это приятно видеть ещё живых людей. И отдыхающих, и продающих. Заканчиваем проход по гостевому проезду. Здесь ещё несколько ларёчков работает. Ну, мороженое славится. Тоже вас готово порадовать вкусняшками. Потому что приятно, да? Что поработают тогда поздно здесь. Не хватает, конечно, точек общепита. Но ребята сами всё тут готовят кофе и едят. Прекрасно. Здесь на выходе на Пионерский проспект столовые тоже все, кроме придорожной, позакрывались. Ну, в принципе, поесть на гостёвом езде. Это хорошо. Прекрасно. Можно ещё посмотреть цены. Фрукты, овощи. 150 огурцы. 180 помидоров. 220 из помидоров по 170. Венряд по 150. И по 250. Но по 180 помидоров. 250. Большой нектарин. 130 яблока. Крупное. 100. Такое у меня крупное. 130 персик. Гранат по 100 рублей. 300 мандарины. Ну, всё остальное. Думаю, сливы 180. 250. Ещё есть всё-таки мандарин по типу абхазских. Ну, и также ещё есть арбузики. Всякие вкусняшки, ребята. С левой стороны столовая придорожная. Люди едят. Но ведь в небольшом количестве эта столовая работает одна. Ценники, превисевшие всё лето, я думаю, что особо не изменились при этом. Такая вот красота, ребята. Так что ещё можно приезжать к нам. Будем рады вам. Ну, и тут тёплые вещи продаются. Если вдруг вы не взяли их с собой. Даже шубу уже привезли. Друзья, вот таким вот мы увидели сегодняшнее Джемате. Посмотрели на пляж Витязева. Надеюсь, что вам сегодня наш сюжет понравился. И вместо обнимашек вы подпишитесь на наш телеграм-канал. Все ссылочки и ВКонтакте, в том числе, видите на экране. Также ещё раз призываю. Участвуйте, пожалуйста, в розыгрыше. Репост себе на стенку и подписка телега ВК. Всё, что от вас надо, друзья. В ответ я вам хочу подарить нашего вкуснейшего таманского вина от души. С вами был Юрий Озаровский. Вас всех буду очень честно, прям очень рад видеть в следующем сезоне. Но может быть и в этом. Потому что и зимой к нам приезжает много людей. И приятная прогулка для вас, моих дорогих, приятных подписчиков. Всем пока. Увидимся в следующем видео, друзья. Если не грузится YouTube, смотрите нас в ВКонтакте. Пишите комментарии. Это тоже очень важно, чтобы я видел ваш отклик. Что я не зря стараюсь и вам это интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok